В этом видеоролике я сделаю небольшой обзор работы индикатора, который называется TES Level GAN. Этот индикатор автоматически строит горизонтальные уровни, которые основаны на теории GAN квадрата 9. Для тех, кто не знает, что это за теория, я вкратце объясню, что по теории именно GAN рынок движется, скажем так, в некоторых вибрациях, то есть от уровня к уровню. То есть эти вибрации каждый год, каждый месяц, каждую неделю меняются. И в зависимости от этих вибраций мы имеем некий шаг движения рынка, то есть от уровня к уровню, к следующему уровню, к следующему уровню и так далее. Вот на основе этой теории был нами разработан индикатор, который автоматически на основании всей истории торгового инструмента выстраивает уровень. Неважно, что это будет, валютная пара, индексы, фьючерсы и так далее. Вот, давайте сейчас я покажу вам его работу. Я считаю, что этот индикатор должен быть в арсенале каждого трейдера, потому что без уровня торговать на рынке невозможно. Значит, давайте я сейчас его нанесу на график и вкратце расскажу, что у нас здесь по параметрам. Значит, у нас есть три типа уровней. Это годовые, месячные и недельные. Мы можем выбрать, какие из них нам нужны. Это зависит от таймфрейма, на котором мы будем работать. Сразу хочу сказать, что уровни, которые будут сейчас строиться, строятся они не по текущему рынку, а заранее. То есть годовые уровни строятся раз в год. То есть в начале года будут нарисованы уровни и перерисовываться они больше не будут. То есть вы будете знать в течение всего года, от каких уровней будет отбиваться цена. Конечно, выглядит и звучит это каким-то волшебным образом, но на самом деле так оно и есть. Месячные уровни строятся каждый месяц. Они уже являются коррекционными для годовых. Если цена движется от годового, она на месячном будет корректироваться. И недельность строится каждую неделю, в начале каждой недели. Таким образом мы получаем уровни для торговли и долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной торговли. Дальше у нас есть параметр. Это зона реакции. Это ширина самого уровня. То есть для удобства вы задаете ее для того, чтобы видеть, где цена будет реагировать. Я чуть позже попробую поменять этот параметр и вы посмотрите, что получается. Итак, я сейчас запустил. Запустил, смотрите, у меня появляются все три уровня. Я нахожусь на 15-минутном таймфрейме и пара фунт-доллар. Давайте по этой паре мы пройдемся. Значит, смотрите, по уровням сразу объясню. Синее – это у нас недельное. Желтое – это у нас месячный уровень. При наведении мы видим, что у нас подписано месячный. Десятый – это месяц у нас. И это годовой уровень. Смотрите, у каждого уровня есть начальный уровень – это открытие. Вот когда неделя открылась, она подсвечивается у нас пунктирным линиям. А вот это месяц открылся на этой цене, он тоже подсвечивается пунктирным линиям. Это очень важный уровень. На самом деле они сильные, на них часто бывает флэт. Ну и, соответственно, цвет уровня вы можете задавать в настройках сами. Понимаете сами, какие уровни более важны – годовые, месячные. Вот, смотрите, цена у нас двигалась. И от недели, открытие недели оттолкнулось. Мы дошли, смотрите, до недели. И здесь у нас небольшая коррекция. И упали до месячного уровня. Его не смогли пробить. Пошли дальше. Опять снова попытка его пробить. Нет. Идем до следующего месяца. То есть от месячного до месячного с промежутками, если есть, на недельном. Дошли до месячного, отбились, попробовали ретест, снова пробили и уперлись в годовой. Прямо практически пункт в пункт. Опять упали на месячный. Пробитие, попытка годовой. Начинается флэт между двумя уровнями, даже третий. Получается, у нас недельный вступил. Попытка от недельного. И, обращаю ваше внимание, годовой уровень построен у нас с начала года. У нас сейчас уже десятый месяц идет. Знаете, и насколько это важно, на самом деле, для рынка. Дальше цена, смотрим, падает, тормозя, делая коррекцию, консолидацию на уровнях. Вот мы упали. У нас гэп, открытие недели, видите, с разрывом. Прошлой недели, вы видите, и текущая. То есть у нас небольшой разрыв. То есть цена фактически вернулась. Смотрите, пошел. Опять месячный на недельном. Мы зависли. Опять годовой вместе с недельным. Вот цена флотует, падает. То есть вы понимаете, что эти уровни можно использовать для конкретных ваших целей. Если вы открываетесь от уровня, это сильный сигнал. И ваша цель, это, соответственно, следующий уровень. Вот у нас цена, смотрите, как залипает между двумя уровнями. Опять же, месячный уровень был известен уже давно. Недельный, соответственно, тоже. Цена застряла между ними. Вот таким вот удивительным образом. Опять, смотрите, происходит у нас разворот. Вот опять, смотрите, зависание. Неделька. Опять месяц. Движемся дальше. Упали. Опять упали на два уровня. Опять не дали вверх. Ну и так далее. Опять, смотрите, лежим на этом уровне. Попытка выйти. Снова вернулись. То есть сложный пробой у нас получается. И давайте посмотрим сейчас в конце. У нас были очень такие в следующие месяцы сильные новостные движения. Насколько мы можем в новостях работать с этим уровнем? Вот смотрите. Итак, мы движемся. Пошла нас тенденция вверх. Уровень. Пробили. Следующие опять отбились от годового. Снова попытка. Уперлись в недельный. Между неделями проторговались. Бьемся в канале. Опять до следующего дошли. Упали на открытие недели. И дальше движемся. Смотрим, что происходит. Пошло падение. Опять так же по ступенькам, по уровням. Падаем, падаем. Вот это и есть вибрации у нас с таким шагом. Упали. Разворот. И вот смотрите, вот это вот ситуация с новостями, которая была, как происходило. Смотрите, вот когда у нас выходила новость. Вот падал рынок. Вот от годового отбились. Пошла цена. И вот тут выходит новость. То есть, соответственно, где будет торможение рынка, если вы торгуете по новостям? Понятно же, на уровне. Вот от этого уровня отбилось. Это был у нас, получается, второй тест уровня. Снова возврат. Опять здесь недельная поддержка. И ее пробиваем с небольшим затруднением. Но настолько сильна новость, что пробивает у нас уровень. Если годовой уровень пробит с такой силой, то вы должны понимать, что цена все-таки пойдет дальше. Значит, настрой очень сильный. Лимонова очень сильная. И она у нас идет до следующего сильного уровня. То есть, недельки все прошибли. До месячного. На нем откорректировались. И повторная попытка. И опять у нас уперлась в следующий уровень. То есть, уровни являются у нас таким вот содержкой. Ну и, соответственно, то, что мы имеем на данный момент. Вот, как бы, такая ситуация. То есть, понятно, что куда будет цена идти. Либо к этому уровню. Годовой месячный. Либо, соответственно, на следующий месячный уровень. Итак, давайте еще для примера я переключусь на какие-нибудь пары. Допустим, то же самое. Доллар и иена посмотрим. Так, вот у нас доллар и иена. Смотрите, было падение опять до годового открытия. И это у нас, по-моему, недельный и месячный уровень. Вот она здесь застряла. Вот, смотрите, у нас, пожалуйста, месячный. В него мы снова упираемся. Несколько у нас было моментов попытки его пробить. Вот, недельный. Также цена лежит. Опять, смотрите, месячный, недельный. Вот на годовой мы опять легли по цене. Здесь находились до этого опять месячный. Это открытие месяца. На нем происходит часто флэт. Вот опять мы бьемся в уровень. Здесь поддержка. Вот опять месячный, годовой, годовой, месячный. Ну, то есть, я думаю, примеров достаточно. На самом деле, какую пару бы вы не взяли. Они удивительно волшебным образом работают. Я думаю, что вы можете это с успехом применять в своей торговле для установки профитов, стопов, целей, да и просто понимания того, куда будет двигаться рынок.